Братья и сестры, я вас поздравляю с неделей, которую мы называем Антипасхой. То есть, напротив Пасхи круг закончился, недельный, седмичный, и мы опять попали в день Воскресения Христова. И Церковь предлагает нам еще и еще раз торжественно прославить воскресшего Господа по чину двунадесятого праздника. И мы вспоминаем в эти дни о том, как Фома не поверил ученикам, своим собратьям, о том, что Христос воскрес, и вот после этих дней вновь приходит Христос в Сионскую горницу, там, где радостно уже пребывали ученики, и является Фоме, уверяя его в своем воскресении. И вместе с этим мы понимаем, что само событие воскресения Христова случилось не только для того, чтобы уверился Фома, и не только для того, чтобы, как мы услышим завтра в деяниях апостольских, ученики Христовы пребывали в городе Иерусалиме, и там местные жители притекали и присоединялись к этой новой общине, которая потом станет называться христианами. Значительно шире Господь смотрит на свое послание в этом мире и на слова учеников, не в это ли время ты собираешься устроить Царство Израилева. Господь говорит о том, что не вам судить о временах и сроках, а всему свое время. И мы видим, как премудро Господь определяет свое служение в этом мире, жертвенное служение, ибо Он своим воскресением ставит не точку в истории человечества, а наоборот, это является исходным моментом для того, чтобы человечество начало преображение. Именно поэтому Он ведет своих учеников в гору, которая находилась недалеко от Иерусалима, местность эта называлась Галилея, как отображение той Галилеи, в которой жил Христос и где Он проповедовал. Также вблизи этого города царя и пророка находилась своя Галилея, куда и повел Христос учеников. Но Он им говорит самое важное. «Идите и крестите народы во имя Отца и Сына, то есть Его и Святого Духа, чтобы их научить не только истинной вере, но и поступать по этой вере». И вот это Господнее повеление исполняется до сего дня. И ученики Господа, которые лично видели Его, и те, кто слышали о Христе, и те, кто теперь веруют во Христа, ученики Господни повторяют это повеление, и Церковь преемственно передает благодать Святого Духа от одного поколения к другому, тем самым освящая множество людей, которые выбрали для себя быть с Господом, быть вместе с Ним и радоваться той же радостью, которая была некогда у учеников Господних, когда они увидели воскресшего Христа. Я желаю всем вам пребывать в этой духовной радости и наполнять свои сердца тем самым новозаветным чувством. Вы слышали сегодняшнее слово церковное «Днесь весна благоухает». Вот это чувство духовной весны и должно быть в наших сердцах, чтобы мы не повторяли упрямство апостола Фомы, который не верил своим же собратьям, которые достаточно долго, больше трех лет вместе с ним пребывали, и можно было не сомневаться в их искренности и в тех словах, которые они говорили. Тем более, что и Фома, и все другие были свидетелями множества чудес Христовых, в том числе и воскресения праведного Лазаря. Поэтому мог бы Фома и поверить, но сердце его устроено было иначе, и только само Господнее слово уверило Фому и действия, и явления Господа в том, что это истинно воскресший Христос. Мы же обнимаем эти события верой и имеем свою награду. Ибо Господь сказал, блаженны невидевшие, но веровавшие. Будем хранить эту веру воскресшего Христа, исполнять Его заповеди и стараться своими делами отвечать любовью на этот божественный призыв и на божественную любовь, которую совершил ради нашего спасения Господь наш Иисус Христос. Я благодарю вас за сегодняшнюю молитву, в этот прекрасный праздник, продолжающийся праздник воскресения Христова. И приглашаю завтра на божественную литургию. Первая начнется в 7 часов утра, вторая в половине десятого. Христос воскресе! Христос воскресе!